Такая погода чудесная. Уже темно, конечно, но мы решили прогуляться немножко перед сном. Так птички поют. Все копошатся. Пойдем покажем вам кемпинг. Так вот здесь сидят все. А это уже домики здесь. Красивые домики. Красные. Я даже не знаю, это арендованные или это прям живут здесь люди. Не знаю. Скорее всего арендованные, потому что машина и с немецкими номерами, и с голодными номерами. Красота. Здесь как будто какие-то снятые. И... Ой, посмотрите, как красиво. Вообще здесь, смотрите, как... Ой, я прям вообще не могу. Это очень красиво. Это, конечно, камера вам не передаст всего. Вот такие у людей загородные дачки. Ну, мы даже не знаем, но здесь похоже, что кого-то прям живут люди. Потому что, ну, видно, что сделано не для аренды. Мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик-мик. Рыжий. Кошек здесь зовут Мик-мик-мик. Не кис-кис. Но, скорее всего, так же. В Германии зовут Мик-мик. Это мы точно знаем. А вот в Голландии не знаем. Посмотрите, какая красота. Ой, девушка там. Девушка. Вот здесь, скорее всего, ещё не построено. Но мне кажется, всё-таки это своё. Потому что обычно... Ну, хотя, блин, в Голландии тоже... Нет, для аренды не может быть. Только если уже сами люди сдают в аренду. Когда мы приедем, здесь, конечно, один большой минус. Это интернет. Потому что наш немецкий интернет здесь не работает. И нам прям большая проблема. Мы не можем здесь подключиться. Это нужно либо симку покупать. Либо... А вот так вот люди отдыхают. Теперь мы уже, конечно, знаем, что нужно... Во-первых, Aldi очень хорошо ровит. Нужно включать роуминг. Именно на тот момент мы этого не знали. Поэтому... Это был наш первый опыт поездки в Голландию. И поэтому мы на тот момент ещё много чего не знали. У нас действительно не было интернета. Но зато отличный повод прогуляться. Тоже иногда полезно остаться без соцсетей. Но я всё равно не могу передать, насколько классно. Вот даже сейчас я монтирую. Можно сказать, спустя целый год. И мы обязательно вернёмся в этом году ещё раз на эту базу отдыха. Не очень дешёвые, конечно, здесь места. Место под палатку здесь стоит 35 евро. Ну, а домики, естественно, тут и до 1000 евро доходят. Но здесь очень классно. Здесь настолько она огромная. Есть где погулять. Есть что посмотреть. И покупаться можно. Не знаю. Да, есть, конечно. Вот, скажите. Здесь везде люди и снимать очень тяжело. Хочется показать и вам. Если вам, конечно, это интересно. Ставьте лайк. Можно сказать, украткой всё снимаем вам. Вот так празднуют. Ну, это не обязательно голландцы. Возможно, и наши немцы. Здесь всех много. И украинцев, и Нидерланды, и Голландия. Ох, да. Вообще классно, конечно. Вообще классно. Вообще классно. Да, вода. Да? Хотела сказать, что здесь многие из Голландии и Германии. Ну, и, конечно, здесь в любом случае есть огромное количество и наших переселенцев. Сейчас в Германии весьма сложно всех отличить, потому что всех нас называют русскоязычными. Ну, потому что на самом деле, да, как бы не очень легко понять, кто с какой страны. Но нас много людей с постсоветского пространства. Да, и, конечно же, Украина не исключение. И тоже вы не можете понять, это беженцы из Украины или же те, кто переехал по программе постнепереселенцы. Таких тоже много. Интересно, вот эти домики сдаются или нет. Но вот эти уже больше похожи, как на аренду. Ну, как же, для аренды. Точно. Посмотрите, какая прелесть. Даже не знаю, вам, наверное, не видно. Блин. Надо запомнить этот домик. Девятнадцатый. Красота. Доброе утро. Продолжаем наше семейное видео. Вот наш замученный папа. Уже всё свернули. Все собираются. Ну, не все, конечно. Есть кто неделями здесь живёт. Это здесь специальное место, если вы хотите помыть посуду. Здесь мужской туалет. Вот так выглядит женский туалет. Всё как всегда. В принципе. Всё чисто. Туалетная бумага. Представляете, да? Вы поехали на речку с палаткой. И в итоге такая чистота. Здесь пена. Умывальник. Вообще. Вот этим и отличается Европа, конечно. Вот это душевая. Душевая обычная. А здесь это мойка для стилки одежды. Это кран, чтобы смыть воду. О! Это кран для того, чтобы смыть песок. Это, если у вас есть малыш, то вот перенальный столик. И вот здесь вот такая широкая мойка, чтобы его искупать. Вот такой автодом. С пикапа. Форт. Ну вот здесь кемпинги, дачи. Смотри, а будет? Увидела красивую вывеску, решила остановиться. Вот не то эта реклама самого отеля. Ого, а вот уже еще будет 8 июля. Надо все записывать. Что, где будет. Какая красота. Такое ощущение, как будто я за границей. У вас тоже такое ощущение? И у меня. Вау! Эскейп-румс. Космик-боллинг. Адвентигольф. Ну, вдруг кому будет полезно. Это гриль-ресторан. Называется Тарус. Буквально на границе. Германия, Голландия. Мы уже сейчас едем на выезд. У нас еще время 3 часа до встречи. И мы вот решили прогуляться. Нам нужно где-то убить время, потому что в 11 уже нас... У нас хотя никто не выгнал, даже никто не проверял. Просто все спокойно уезжают. Вообще, ни один нас не проверил. В кемпинге. Никогда заезжали, никогда выезжали. Вот так. Ну, все, поехали дальше. Ну, вот и все. На этом наше мини-путешествие подошло к концу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok